Всем привет! В эфире Rame Game Studio. Меня по-прежнему зовут Алексеев Николай. Мы все еще с вами делаем пошаговую боевую систему и по-прежнему используем для этого Unity. Тут ничего не изменилось. Чтобы долго не ходить вокруг да около, давайте сразу посмотрим результат, который у нас на текущем этапе есть, а потом немножечко поговорим о том, как мы этого результата добились. Тут у нас, в принципе, все по-старому. Единственное, что я отрисовал, такой более-менее относительный интерфейс. Иконочки стырел из Divinity пока что. Вот этот персонаж у нас является вражеским, и как только мы попадаем в его поле зрения, начинается бой. Соответственно, здесь у нас список всех, кто участвует в бою. На данный момент времени ходит данный персонаж. Он является НПСом, но у нас нет никакого искусственного интеллекта, поэтому НПСы пока просто стоят и смотрят по сторонам. Пропускаем ход. Начинается ход одного из наших персонажей. Подконтрольных, так сказать. Здесь у нас очки, которые мы можем потратить на ход. И зелененьким подсвечивается, сколько мы пытаемся потратить прямо сейчас. Например, сейчас активировано перемещение. И один метр, один условный метр, одна единица условная для перемещения, стоит одно очко действия. Соответственно, чем дальше мы пытаемся переместиться, тем больше очков действия мы потратим. И все, больше мы ничего за этот ход сделать не можем. Соответственно, пропускаем ход. Вот ходит наш второй товарищ у нас. Также мы можем перемещаться. Можем попробовать атаковать. Вот одна из атак. Она требует от нас три единицы. Соответственно, мы ее применяем. У нас остается одно очко. Пропускаем ход. Доходим снова до этого персонажа. И видим, что теперь у нас их пять. То есть очки, не потраченные в прошлый ход, суммируются с теми очками, которые, в принципе, выдаются на ход. То есть если мы еще один круг пропустим, у нас уже будет вот девять очков. Здесь идет отсчет, то есть кулдаун, откат навыков по раундам. Если мы сейчас применим вот еще один навык. Тут отнимается жизнь, как видно, но это не особо как бы интересно. То вот у нас получается здесь уже семь кругов осталось раундов. Здесь четыре. Собственно, на данный момент это все. Больше ничего нету. Есть куча всяких разных тонкостей, нюансов и багов еще, которые нужно поправить, но это все сильно потом. Сейчас откроем код. Но прежде чем его будем смотреть, хочу пояснить такие нюансы, что с того момента, как я записывал последнее видео, кодовая база, мягко говоря, немножечко подизменилась. Так получилось, что один из зрителей предложил свою помощь в комментариях. Мы с ним связались. И действительно человек влился, помог очень сильно. И он просто посмотрел все, что у меня сделано, перелопатил это к херам, потом посмотрел то, что у него получилось, перелопатил уже это к херам, и по итогу еще я после него залез и еще отрефакторил все это дело. Отрефакторил. Отредактировал, короче. И, собственно, вот сейчас мы посмотрим примерно, как все это происходит и обозначим какие-то дальнейшие наши действия для следующих видео, ну и, в принципе, для того, чем мы вообще будем дальше заниматься. Начнем с того, что у нас вообще представляют из себя скиллы. Скиллы, как таковые, это префабы, на которых висят вот такие вот скриптицы. У скилла есть тип, есть школа. Они сейчас в коде вообще никаким образом не учитываются. Это все насильно на будущее. Превьюшечка. Это как раз-таки, вот вы видели, там конус рисуется, либо это может быть, как в случае с перемещением в сплайн-рендерер. Лайн-рендерер, простите. И, собственно, что? И, собственно, и все. Посмотрим внутрь, что у нас вообще здесь происходит. Все скрипты являются дочерними от базового класса, абстрактного, внутри которого описываются основные события, которые с этим скиллом могут произойти. Основные свойства, которые присущи абсолютно всем навыкам. Сюда же прописывается контроллер персонажа, так как нам персонажем придется управлять. И, кстати говоря, скиллы являются наследниками от MonoBehavor, потому что так получилось, что так как мы хотим какие-то эффектики рисовать на сцене, как-то взаимодействовать с окружением, и вообще, в принципе, менять сцену каким-то образом, скрипт должен на этой сцене находиться, чтобы Unity разрешила вообще это делать. И, как следствие, чтобы находиться, ему приходится быть MonoBehavor. Собственно, вот и все объяснение. Нужно понимать, что у нас у скилла есть важные параметры. Это цена одной единицы, грубо говоря, использования скилла. Например, если это атака, то она всегда может примениться только один раз. А если перемещение, то, соответственно, она будет, в зависимости от того, на какое расстояние персонаж передвигается, тогда и будет изменяться вот этот вот параметр Points, то есть именно сколько он потратит шагов. Ну, шагов. Пусть будет так. И важный тоже элемент — это кулдаун и, соответственно, иконочка, которая просто на интерфейсе будет рисоваться. Так, при, собственно, создании нашего скилла, точнее, для создания нашего скилла, для его инициализации у нас используется метод Invoke, который производит всю базовую... Так вот, метод Invoke, который, собственно, прописывает все подписки на события, на именно управление, так как у нас скиллы являются все-таки именно игровыми объектами, и нам нужно размещать их на сцене, у нас происходит именно загрузка этих скиллов в какой-то определенный момент времени, то есть есть у нас вот метод загрузки скиллов, он вызывается. Дальше мы обращаемся к некому классу, который в данном случае является синглтоном и просто загружается в самом начале игры вместе со всем остальным служебным скарбом. И здесь есть список всех скиллов, которые есть, которые получаются из addressable. Вот, если мы посмотрим, у нас наши скиллы помечены как addressable, и, соответственно, им задан лейбл skills. По нему происходит загрузка всех этих скиллов, и происходит их инстанциация. Господин, размещение короче, создания объектов. Происходит создание объектов на основе префабов, полученных. При этом в качестве родительского объекта им устанавливается тот объект, на котором, собственно, будет, который будет являться базовым для хранения всех скиллов изначально, а потом уже, потом отсюда, мы их получим в каждого, то есть это CharterControl, который висит на каждом персонаже, и сюда они загружаются в его личную коллекцию, и, соответственно, здесь уже происходит еще разок создание объекта на игровой сцене уже дочерним непосредственно к нашему персонажу, и у него передается туда в скрипт этот самый CharterControl, так как у скиллов есть необходимость взаимодействовать в том числе с именно с управлением персонажа, как мы можем увидеть на примере, например, скилла перемещения, мы отсюда вызываем, собственно, передвижение, то есть мы просчитываем путь и передаем этот путь в CharterControl для того, чтобы тот, собственно, двигался. здесь же происходит, то есть у нас есть методы, которые есть у всех скиллов обязательные, это в первую очередь InProgress, который работает, вызывается каждый кадр, работает непосредственно для того, чтобы отображать в основном превьюшки, и в данном случае для просчитывания пути, чтобы его можно было нарисовать на сцене, то есть у нас есть несколько хелперов самописных тоже, которые в свою очередь просчитывают нам путь от и до, там под капотом просто обычный навмеш используется, то есть я никаких своих не писал костылей, все достаточно банально, просто навмеш, CalculatePath, и на выходе, соответственно, мы, если такой путь вообще возможен, возвращаем набор точек из этого пути, если невозможен, то просто пустой массив из точек. Здесь у нас происходит дополнительная магия, которая учитывает максимально возможную дистанцию, на которую персонаж может сходить, то есть если в обычных условиях мы просто просчитываем путь от точки А до точки Б, то именно внутри скилла во время боя мы просчитываем от точки А до точки Б, но с учетом того, что дистанция должна быть не больше, чем рассчитанная вот здесь вот, в зависимости от того, сколько стоит одна единица перемещения и сколько у персонажа в данном момент времени вообще, собственно, этих самых единиц есть. Таким образом, здесь у нас, что считается, так, сейчас я вернусь туда, здесь мы получаем, ну, вызываем вот этот же метод, отсюда просто забираем его, результат все точки на выходе, и дальше мы проходимся по этим точкам и помещаем по одной точке в новую коллекцию, но при этом высчитываем дистанцию до тех пор, пока наша текущая дистанция не становится больше, чем разрешенная. Если мы доходим до такого условия, то мы высчитываем разницу, эту разницу вычитаем, получаем новую точку, ну, то есть смотрим направление, и в данном направлении получаем, получаем вектор с длиной, именно максимально возможной, и таким образом создаем новую точку от предпоследней до, собственно, новой, так, чтобы у нас, получается, весь путь суммарно был не больше, чем перед вот сюда дистанцией. Соответственно, после этого все это дело возвращается обратно в массив, то есть метод, в принципе, точно так же возвращает просто коллекцию из объектов типа Vector3. А тут дальше мы высчитываем, сколько, собственно, в результате... А, ну тут просто еще дистанция возвращается, именно сколько в итоге человек выбрал, то есть мышкой там он перевозил, какой путь длины получился, и в зависимости от этого у нас высчитывается... Дистанция делится на цену единицы на перемещение, все это дело округляется в большую сторону, и таким образом мы получаем, сколько вообще по итогу игрок сейчас хочет потратить очков действия. Дальше эти полученные точки передаются в line renderer, чтобы тот отрисовал их, и также вызывается событие изменения количества очков. В данном случае изменяет, ну, передаются и активные очки, сколько всего у персонажа, и сколько он хочет потратить. И это уже, в свою очередь, уже в UI. Есть подписка на это событие у скилла, и оно отрисовывает вот то, что вы видели, что чем ближе, тем дальше, и, соответственно, разное количество точек будет потрачено. Собственно, возвращаясь к UI, точнее, не возвращаясь, а просто, чтобы поговорить еще про UI, он здесь тоже реализован достаточно. Ну, занимательно, я бы так сказал, интересно, что у нас есть. У нас есть скилл баттон, это префаб кнопки, отвечающие непосредственно за каждый скилл. И при отрисовке этого самого нашего интерфейса, при переключении персонажей у нас каждый раз при переключении персонажей в UI передается список скиллов. По этим скиллам создаются кнопки, одно к другому привязывается, создается программным путем подписка на события. Как раз-таки, ну, сейчас, чтобы не быть голословным, я, наверное, проще покажу. То есть вот у нас метод make вызывается. Здесь мы запоминаем скилл, с которым мы работаем. Это stepspanel, собственно, это панель на интерфейсе, в которой точечки эти рисуются. Дальше просто различные служебные действия, там какие-то объекты сделать активными, где-то просто применить, применить, господи, присвоить значения. Тут ничего интересного, ничего интересного. Интересное начинается вот здесь. Здесь у нас происходит, соответственно, добавляется реакция на нажатие на кнопку, и здесь вызывается метод invoke у скилла. То есть по нажатию на кнопку она становится неактивной, и дальше вызывается что-то там скилл должен будет натворить по нажатию на кнопку. То есть по методу invoke он именно активируется. То есть после этого начинает каждый кадр отрабатывать метод in progress, вся вот эта математика, и, собственно, вся визуальная часть начинает отрабатывать именно вот по нажатию на кнопочку интерфейса. Здесь вызывается метод changeActionPoint, он просто для того, чтобы отрисовать количество именно шагов на панельке, плюс высчитывается кулдаун, высчитывается, должна ли быть кнопка интерактивной, в зависимости от того, сколько стоит скилл и сколько сейчас вообще у нас есть точек. И происходит подписка на все интересующие нас события. Так как вся эта история достаточно опасная, и с подписками могут быть различные казусы, был реализован отдельный метод, который перед тем, как удалить, собственно, объект, он сначала отписывается от всего, на что подписался, и только потом уже удаляется, собственно, кнопка как GameObject. Тут ничего интересного больше. Steps Panel, в принципе, рендер достаточно простой. Здесь у нас есть количество шагов, сколько есть вообще, и количество, сколько игрок хочет потратить. В зависимости от этого есть несколько различных точечек, которые рисуются на экране. Пустые точки – это, в принципе, пустые все. Заполненные – это те, которые есть у игрока. Заполненные, но, которые он, если игрок хочет потратить больше, чем у него есть, это Fill, Fail, Point и For Use – это, соответственно, для использования, то есть те, которые вот у нас там были с зелененькой рамочкой такой. Соответственно, мы вот такой вот с достаточно топорной конструкцией просто проходимся и отрисовываем либо те, либо другие, либо там третьи. Когда эти все уже отрисовались, кончились, дальше до конца уже отрисовываем просто пустые ячейки. Собственно, я даже не знаю, что тут еще можно рассказать. У нас, получается, сейчас фундаментально стоит дальше две задачи. Первая задача – это завершение боя, потому что у нас сейчас завершения боя нет никакого. То есть условия для выхода из боя не то что не выполняются. Они даже не прописаны и не продуманы. То есть, понятное дело, что там основное условие – это если все враги умрут. Вот хорошо. Но есть еще вариант того, что враги сбегут. Есть вариант того, что мы сбежим. Это тоже нужно продумывать и, собственно, реализовывать. Потому что сейчас конец боя не реализован в принципе. Даже если мы всех убьем, у нас просто мы останемся стоять с двумя трупами на игровом поле. Так. И вторая фундаментальная задача, не менее важная – это, ну, я это так называю виртуализация работы скиллов. Но по факту нам что нужно сделать? Нам нужно добавить анимации того, как мы, собственно, атакуем. Нам нужно добавить просчет урона, попадания и прочей всей истории в фон, чтобы это происходило где-то там. Но при этом применялось не моментально, как сейчас. То есть, сейчас мы применяем атаку и как бы урон наносится сразу же. Моментально. У нас же будут анимации, у нас будут какие-то эффекты. Соответственно, урон должен будет наноситься непосредственно по отработке этих эффектов, либо анимаций. А, ну, собственно, и все. Вот на данный момент у нас, получается, вот такие вот две главные задачки. То есть, чтобы у нас бой вообще заканчивался и чтобы у нас хоть что-то вообще происходило на сцене, чтобы при применении скиллов герои как-то наши на это реагировали. То есть, различные анимации проигрывали, возможно, какие-то эффектики. Но, понятное дело, что сейчас ни о какой графике и качественных анимациях мы еще не говорим. Мы говорим просто о том, чтобы это, в принципе, работало. Сколько времени на это уйдет и когда выйдет следующее видео, хрен его знает. Но будем стараться. Собственно, если у вас есть идеи по тому, что вы увидели, если у вас есть вопросы, если вы считаете, что я что-то недорассказал или рассказал как-то не так, все, милости прошу в комментариях, с удовольствием все комментарии читаю, постараюсь почти на все отвечать. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok